сегодня 28 февраля еду на север на машине сейчас на заправке вот это вот остановился цены на 95 бензин 186 евро офигеть конечно сегодня воскресенье но цены нереально большие говорят что в этом году она достигнет 2 евро точно этим не они хотят чтобы мы быстрее перешли на электрические машины электричество тоже становится дороже как говорится если ты хочешь как-то и сэкономить не получится государство вытащить все на свою короче у меня сейчас путь я сейчас еду у меня завтра школа там папан бург там опять будет тренировка на машине надо будет тест сдать повторно и я сегодня за ночую у родственников получается сейчас километров 400 проеду за ночую у моей двоюродной сестры ну давно уже не был пользуюсь моментом остановлюсь пообщаемся и завтра утром уже в школу мне еще километров 250 ехать пораньше встану приеду и надеюсь завтра все пройдет как я желаю как планирую а сейчас вот такой вот путь скоро на автобан выходим и по пятерке в сторону франкфурта и на север франкфурт мы к тебе в гости но только проездом извини такая погода хорошая на улице где-то сейчас посмотрим я так чувствую где-то градусов 10 но машине себя час чувствуется намного лучше так 9 градусов да неплохо отгадал режем повороты режем 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 я бывший шумахер все тренировки на мотоцикле были сделаны повороты захожу как шумахер единственное что отвык лихачить уже отвык привык спокойно ездить так лучше жизнь спокойнее замок там по прямой на горе теперь не видно какой-то любительский самолет полетел вон полетели люди в отпуск вон самолет пошел на взлет лет как будто он не взлетает а на месте дрифтует почти сразу после франкфурта ну тут километров 20 проехать надо начинаются горы там спереди не то что большие горы не альпы ну как черный лес тоже большие горы я не знаю как они называются правильно ну вот автобан счас начнется вот от пятерка пойдет направо слегка обходить эти горы но все равно будем ехать по холмам вверх-вниз лево-право прям как в шварцвальде а пока вот франкфурт тоже лежит недалеко от рейна и вот если автобан идет пятерка вдоль рейна то это все ровно вот как сейчас идет ровно ровно это банль если слегка поворотики очень маленьким мало подъемов и спусков зато дорога не очень пятерочка конечно можно сказать по ушатанная такая не то что убитая но есть места где плохое качество асфальта прошли пару холмиков опять спускаемся в равнину такую долину он справа находится эти холмы леса какие-то там а подъезжаем уже к городу кассе ну где-то через 60 километров и здесь вот мы уже начали кататься по макушкам по холмам вверх-вниз уже ну так вот чувствуется хорошо подъемчики спуски кассе стоит прямо дальше вот видно электричество добывают он сад подъем пойдет в гору хороший там железный мост вон видно для поезда подъемчик хороший поднялись наверх у меня аж уши заложила такой подъем хороший наверно березки растут в этой местности это я уже часто заметил если поднимаешься вверху это больше березы встречаются и опять большой спуск туда вообще голова кружится подъем спуск подъем спуск прям чувствуешь себя как прямо на ходе трассе после пятерки которые от возле франкфурта там ну и возле в каус рует дома спокойнее как-то здесь вверх-вниз лево-право зато далеко видно когда поднимаешься так вот он сколько населенных пунктов видно мосты всякие он железной дороге там сбоку заехал в пробку блин мне на телефоне показывала что сюда не надо съезжать здесь пробка стоит показывает что здесь полчаса застрянул в этой пробке не знаю что там авария или ремонт дороги там поверху мне можно было сделать небольшой объезд я выехал бы без пробки чуть чуть больше проехал бы но зато не стоял бы в пробке и она мне сказала тут что-то начала болтать я смотрю на на за это что город уходит в сторону съехала тут пробка а сейчас посмотрел в навигатор окажется надо было дальше прямо ехать не сворачивать это вообще-то правильная дорога но так здесь пробка она мне предложила навигатор объезд по этой дороге в обход примерно в 10 километров вот из-за чего пробка две полосы превращаются в одну полосу по прямой там он за машиной видно там а город кассель мы сейчас в него заезжать не будем вот сейчас уходим налево и все вон кассель вот этот вот автобан здесь и проходит а мы еще стоим вот вся столько начинают соединяться полосы я думаю сейчас хотя там дальше еще я вижу пол километра еще как минимум стоит там а вот из-за чего пробка оказывается тут еще соединяется другая полоса подходит и скорость сниженная 60 километров и говорится что у моста мост здесь вот спереди у него повреждения и поэтому тихо медленно ехать надо дурдом какой-то скоро уже подъезжаю я так думаю километров 50 еще осталось до цели сколько здесь ветряков это вообще туда полно сюда в эту сторону тоже полно для такое хорошее место для них здесь солнце слепит плохо сегодня 28 февраля последний денек пять часов у трассиас я провел ночь по юртной сестры там пообщались уже давно не общались а было приятно и вот теперь мне почти три часа примерно 250 километров три часа месяц ехать из города падаборн сторону оснабрюк ехать сейчас по 33 автобана еду и я думаю торопиться не буду если никаких пробок не будут вот так вот все останется там можно спокойно ехать не торопиться и как раз к восьми буду там в школе чуть-чуть осталось я так думаю километров 40 до цели может быть меньше не знаю сейчас уже съехал с автобана ползешь потому что обгонять нельзя грузовик ползет 70 как им положено не превышают везет какие-то новые машины на мерседес полностью заклеены защищены на улице уже рассвет сейчас почти 7 часов у меня еще час в плюсе если я приеду немного могу подремать еще тут стоит большой медведь такой вот из тюков сено сложено большой такой вот веревками укрепленной интересно здесь медведь вообще не будет мне кажется почему здесь стоит медведь честь чего почти приехал еще на на километров 15 и так думаю сейчас еду вдоль канала здесь дорога 401 прям как в канаде есть тоже 401 трасса платная и вот сейчас я еду вдоль канала здесь с этой стороны болото мор может как торф вот видно все приподнято немножко тут не доезжает до папенбурга километров вообще в общем до папенбурга еще километров 30 сейчас через километров 5 я поворачиваю наверх и тут находится такое же большое центр где тестирует машины тоже и там я буду проезд проходить свою обучение такое небольшое по пунктам ой сколько здесь грузовиков всех не обойдешь ладно здесь 100 можно идти но много грузовиков и идут и они 70 ползут вот если интересно местность какая здесь болотная местность домики кирпичные по краям глубокие каналы если слетишь то уже не вылезешь без помощи все я подъезжаю сейчас мост тут начинается это территория она такая овальная вокруг такой как круг все закрыты конечно внутрь особенно секретно как говорится нельзя проникнуть по краям сейчас будет все закрыто ничего не увидишь мне на территории нельзя на заносить это все что может фотографировать или снимать видео поэтому телефон оставаться будет в машине потому что они говорят если мы увидим или узнаем будет контроль и узнаем что вы занесли сразу вас выкинем отсюда с этой территории местности вот она закрыта территория вот будем весь день какой-то проходить обучение прошла моя школа сейчас я выйду на автобан и там могу отвлекаться то здесь обгонять надо заезжаем на автобан 31 навигатор показывает примерно домой 600 километров к отцу и будем сейчас ехать короче мы сегодня на полчаса раньше закончили потому что все хорошо себя вели и нас отпустили на полчаса раньше получается четыре часа мы тронулись мне примерно шесть часов ехать если никаких пробок не будет то примерно 10 часов вечера буду дома по правилам они не хотят такого не моя компания нет это школа где мне обучали вот эта территория потому что они говорят вы весь день тут и катайтесь на машине потом еще долго дай мой ехать вот на юг германии север на юг можете заснуть за рулем или ну что-нибудь плохое может случиться я проходил эти все дальние расстояния путешествует потому что у меня тут опыт есть я не новичок я эти 600 километров проеду без остановки и вообще-то нам тесты не говорят потому что они говорят мы не хотим они раньше говорили сразу как прошел ты свой тест или не сдал не сдал но потом у некоторых какой-то людей от этого зависла их не работа могли потерять работу и поэтому обсуждали договаривались там это они не хотят они вот как пару лет уже делают так что чтобы люди больше не договаривались и с ними не обсуждали ничего езжайте домой спокойно а через пару дней получит ваша компания сообщение сдал ты или не сдал но он сказал так как сегодня хороший день был и всех себя хорошо вели то мы все сдали мы все прошли говорится я получу ты один он объяснил еще у марседеса это называется ты один у бмв это называется b1 у других компаний может быть вообще по-другому называется он говорит эти права ты получил даже если компания за тебя заплатила за этот курс ты эти права получаешь имеешь ездить на тест территории они чисто для тест территории где ты можешь тестировать машины и это не одна вот скажем где я буду работать на юге германии это первое здесь и где мы сегодня как жить учились а это вторая территория и еще какая-то третья я не знаю где и вроде говорят за границами еще есть территории где можно также использовать но они говорят не всегда могут вас признать этот придется может быть переделать потому что разные компании по разному договоры и правила и эти права вообще-то на всю жизнь но скажем он будет mercedes хочет каждые два года например чтоб обновлять может быть бмв каждые три года так говорится не старше трех лет чтобы было или двух лет ну короче это не действует всю жизнь может некоторый канико конечно компании признают если у тебя пять лет но понятно через пять лет ты уже этот опыт потерял надо желательно повторить этот курс и освежить свою память потому что мы учили сегодня такие вот критические ситуации и тут по пунктам тоже шло он не сбивать пилоны я сегодня только одну пилону зацепил и они говорят только ты это и виляешь как здесь полоски таки стоят пилоны это вот лево право лево вправо между ними гоняешь вот какой шанс каким колесом вы сначала зацепите больше шанса зацепить и они говорят вот правым задним колесом потому что на левой стороне я сижу возле как говорится края машины я хорошо можно могу это раздать вычислить с той стороны я не сижу и поэтому тяжелее вычислить и поэтому заднее колесо все время цепляет пилоны сбивает ее вот так поэтому я сегодня только одну сбил и сегодня я лучше ехал чем последний раз не знаю почему лежала я им сказал может быть из-за погоды то что дождь холодно было а может быть также из-за того что у меня был коробка переключателя ну касать я все время на автомате уже ездил больше десяти лет ездил на автомате и не переключаюсь и поэтому может быть меня это сильно отвлекало это приключение вот сегодня уже более-менее сдал там придерживаться как я уже объяснял последний раз тяжелая единственная немножко напряженная они по своему у них лазерный такой прибор есть который замеряет скорость и она вроде как считается она точная если она показывает 80 то у меня в машине показывает примерно 85 и вот он говорит вы прибавляете всеми пять километров если я говорю например 80 но чем ты выше поднимаешься потом у нас было второй разгон у нас был 120 я говорю тоже пять километров он будет нет уже можешь 10 км это превысить потому что скорость выше и преувеличивается где-то на пару километров ну как он говорит если я сказал 80 плюс минус один километр он будет это не проблема и вот прямо говорится в точку попасть это конечно тяжеловато ну ничего справился теперь переживать не надо теперь могу спокойно выполнять свою работу тестировать машины на закрытой территории посмотрим по правилам я должен завтра только домой у меня завтра еще свободный день как считается рабочий день оплачивает мне его и планирует чтобы я завтра ехал домой отдохнул выспался здесь где-то на севере но так как из-за короны у меня прививки нету и в отелях нельзя ночевать и меня спросили может у родственников где-то или знакомых переночевать я вот последнюю ночь переночевал родственников а вторую не хочу я сейчас лучше напрямую потому что меня завтра у отца там много делов надо делать и хочу пораньше приехать чтобы раньше утром встать уже начать дела делать чтобы быстрее закончить девушки потому что уже завтра вечером я еду в сторону моей квартиры в сторону моей работы там 180 километров и уже после завтра о и даже не заметил танк военный танк на прицепе я надеюсь они не везут его в украину по радио я слышал да это вообще чушь дурдом я про это разговаривать вообще ничего не буду сегодня у меня 1 марта уже вечер и еду назад на квартиру переночевал у отца сегодня кое-какие дела сделал планирую конечно с ютубом делать там видео резать но не до него было немножко съездил закупился потом к сестре поехал сейчас вечером был у сестры там меня постригли немножко покажу как постригли уже завтра сегодня уже поздно и еду сейчас домой по пути я буду остановку одну делать я иногда смотрю где можно купить бушные велосипеды такие если мне нравится велосипеда его покупаю и вот будет остановка я заберу велосипед по пути еще велосипед забрал еду дальше уже вторая такая вот машина тяжелый транспорт широкий прям та же самая они подожди это и есть даже самая то что я сейчас за велосипедом съезжал останавливался они в нет меня обогнали уже я думаю чуть одинаковая такая смешно я вроде недолго был минут десять может быть еще одна мигалка какая-то а это кран 2 марта сегодня отработал уже съездил в деревню сделал тест как всегда негативный тест на работе сегодня второй день катался самостоятельно на машине гл амг это такое севе у него там мотор 30 как они называют трехлитровый мотор четыре цилиндра turbo но он не чувствуется какая мг слабенький для мг но ничего сегодня протестировал так говорится в районе города и слегка за городом и так называется у нас территории закрытой территории там где мы катаемся все происходит большинство на закрытой территории даймлера не в открытой местности так речка конечно сильно упала на той неделе или дожди были когда здесь был прям мутная вода была и много трава все было под водой тут все эти островки не все под водой были это дерево тоже снесло видать подмыло дерево упала тут вот в кое-что было видно и вот вот дорогу до боковая бетоновая она была залита водой сейчас подъеду посмотрю хотел только что проехать даже не заметил сбоку дорожки сидела водяная крыса я так думаю их называют война убежала сюда под камни я испугался и сам не ожидал что она сидит того такая большая прям как бобр вот это на между камнями сидит под мостом сделали такой проход вот же дорога там железная дорога также здесь дорога туда идет но почему-то я туда увидел что видать там забила грязью все вон спереди и вода шла здесь через верх и топила здесь ила много находится рыбу не видно тут вот все полно мусором она забилась здесь видать когда сильная вода шла и вот она шла здесь через верх уже интересно это убирать будет или нет пофигеть сколько мусора приехал уже домой на улице пасмурно утром было хорошо сейчас после обеда что-то уже стало пасмурно я себе приготовил покушать картошку готовую это дома уже привез она такой я купил салат картофельный салат такой сейчас его чисто подогрел оливки огурцы приправа чесночок кинул подогрел теперь можно кушать все всем приятного аппетита и до завтра один такой вопрос вот чеснок лежит головки и частично он начинает так как говорится синий покрывается синим цветом или какой-то такой вот непонятно совсем цвет я так узнал с прошлого когда закатывает помидоры огурцы там что-то еще тоже чеснок ложат и там тоже не сюда иногда менял цвет свой чеснок в сторону синего цвета и говорили что это он выкачивает какие-то впитывает в себя яд и все такое вот какие-то загрязнение такие правда это или нет можно ли такой чеснок уже кушать или не надо вчера я ничего не снимал сегодня 4 марта уже сейчас приехал после работы домой быстро перекусил посуду помыл телефон на зарядке сейчас включаю навигатор наушники и на мотоцикле еду я кто не видел меня у меня освежение вот такой вот красивый молодой убрал длинные волосы потому что жарко уже сейчас тороплюсь на мотоцикле я буду делать остановку одну на улице холодновато 4 градуса примерно с выходные решил здесь не торчать я кое-что там забыл кое-что еще сделать надо там у отца и поэтому сейчас примерно я не знаю сколько километров я засеку я так думаю километров 160 где-то так вот я короткой путем пойду не автобаном проселочными снимать ничего не буду мне никогда тороплюсь почти полпути поехал сейчас нахожусь у города называется горб аннекар то что здесь река некорб протекает поэтому называется тоже так приписывается тут несколько таких городков маленьких которые приписываются река я еще километров 20 и сделаю остановку у дядьки там отдохнуть полчасика и потом дальше поеду руки замерзли на улице прохладно хоть солнце светит но на мотоцикле холодно вот такой вот пригорок там какая-то церковь может какая-то крепость когда-то там раньше было там не местность знакомая как будто я здесь был на улице уже обед суббота я вчера поздно приехал домой часов 8 где то так вот потому что я у дядьки остановился там полчасика поторчал пообщался приятным было уже давно не видел и он мне дал тыкву которую выращивают у себя в огороде он говорит она сладкая такая вот такой вот белая она такая вот белая желтоватая чисто в духовке сейчас поставил их они все мягкие стали покушал ну не совсем сладкое я мед наверх добавил стала слаще вчера мне дорога понравилась но длинная я часа три может быть больше чем три ехал на мотоцикле часто остановился смотрел дорогу куда ехать но и красивые места тоже надо там фоточку и чем я на компьютере потом покажу по какой я руки рут и ехал сейчас пообедаю такой вот магазин съездил мотоцикл помыл сейчас буду его еще смазывать все пока на обед вот такой вот рыбку лакс лакс по-немецки не знаю по-русски как не знаю и вот потом с чайком такие вот как здесь запеканка такая такой крем воздушный и вишневая по виду такое вот сначала рыбку и пока я кушаю немножко youtube а потом пойдут мотоцикл смазать потому что я ездил в соль и там где-то в кое-где начинает ржаветь окисление идет поэтому сейчас моторным маслом надо пройтись осматривать покажу мое путешествие на мотоцикле с моей квартиры отсюда я поехал следующий город тут линген и от него я уже поехал по 14 дорогой в сторону на гальта там за автобаном уже вот на гальт тут я остановился у дядьки отдохнуть немножко пообщаться и поехал дальше тут река на гальт также проходит в ущелье таком и она идет до порция метрика и так вот я до порция мы доехал и уже потом добрый на в общем было расстояние сто семьдесят четыре километра три часа но плюс остановка три с половиной часа примерно я провел в пути я бы не поехал по автобану потому что по автобану здесь вот идет через штутгарт и вот сюда вот скучно расстояние почти то же самое но скучно на мотоцикле поэтому я решил выбрать эту назад уже поехал я почти той же дорогой доехал до города кальф и с него я уже пошел в сторону автобана здесь я зашел на автобан и приехал домой потому что я торопился у меня были дела дома у тому какие-то сделать надо было еще утром потом надо было два часа уже быть на работе и я торопился проехал я 167 километров дорога вроде короче и по времени тоже поменьше ну на автобане я не наслаждался просто как как в туннеле едешь просто и никакого наслаждения нету а а а а а а а Продолжение следует...